Лавашник Сэмюэл Бернстайн успел эмигрировать в Америку из российского города ровно до большевистского переворота. Обосновавшись в штате Массачусетс, он открыл парфюмерный магазинчик в надежде, что сын его, Леонард, стоять за прилавком уже не будет, а возглавит миллионный семейный бизнес. Учить отпрыска музыки Сэмюэл считал пустой тратой времени, но как это случается в биографии практически каждого великого музыканта, судьбу десятилетнего Леонарда Бернстайна предопределил его величество случай. Переезжая из Массачусетса в Нью-Йорк, сестра отца оставила Бернстайна кое-какие свои вещи, среди которых было старое пианино. «Я помню, как прикоснулся к нему в тот день, когда его привезли», — вспоминал потом Леонард Бернстайн. «У меня не было сомнений, что вся моя жизнь будет связана с музыкой». Ленни влюбился в инструмент и довольно скоро научился подбирать на нем популярные тогда песенки. Слушая, как наследник перебирает пальцами клавиши, отец будущего гения морщился. Он мечтал, чтобы Ленни закончил бостонскую латинскую школу и поступил в университет. Поэтому с 11 лет Бернстайну-младшему приходилось платить за уроки музыки самостоятельно, зарабатывая деньги выступлениями на праздниках. Правда, через два года, когда отличник сын силами учащихся бостонской школы поставил оперу «Кармен», отец все же подарил ему рояль. В 17 лет, продолжая радовать отца, Бернстайн поступил в Гарвардский университет, но, получив диплом экономиста, сдал экзамены в музыкальный институт Кертиса в Филадельфии. В 1942 году, освобожденный от призыва в армию по причине астмы, Бернстайн отправляется совершенствоваться в Бергширский музыкальный центр, где начинает сочинять музыку и знакомиться с крупнейшим дирижером, выходцем из России Сергеем Кусевицким. Кусевицкий первым обращает внимание на дирижерский талант Бернстайна и назначает его своим помощником. Вы знаете, возможно, так бы и составился Леонард на вторых ролях, если бы в его судьбу вновь не вмешался его величество случай. Однажды, прямо перед концертом в Карнеге-Холле, заболел дирижер симфонического оркестра, и Бернстайна пригласили его заменить. За ночь, за ночь, досконально изучив партитуру, без единой репетиции, он блестяще провел концерт, который транслировался на всю Америку. На утро молодой красавчик-дирижер проснулся знаменитым. Уже через неделю Бернстайн был завален приглашениями из разных оркестров со всей страны. Рассвет его творческой деятельности пришелся на годы, когда Бернстайн, сделав молниеносную карьеру, занял пост главного дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра. В это же время он преподает, выступает по телевидению, с лекциями, выступает с фортепианными концертами и гастролирует по всему миру. В 1944 году знаменитый дирижер дебютирует как автор симфонии Иеремия, после чего пишет балеты, мюзиклы, песни. А через 13 лет приступает к одному из самых известных своих произведений, мюзиклу «Вестсайская история». Эта постановка выдержала 734 представления. В 1961 году по «Вестсайской истории» был снят одноименный фильм, который стал по-настоящему культовым во многих странах мира. О Бернстайне, об этом удивительном человеке написано много статей и книг, авторы которых не скрывают от читателей, что великий дирижер и композитор был бисексуален. В отличие от современных звезд шоу-бизнеса, связь с мужчинами Леонарду приходилось скрывать. В тогдашней Америке ему этого могли не простить. Поэтому маэстро на всякий случай женился. Избранницей оказалась чилийская актриса Фелиция Кон-Монтеллегре. А брак для отвода глаз неожиданно оказался крепким и плодовитым. Трое детей! Когда в 1990 году Леонард Бернстайн умер от сердечного приступа, его дети положили в гроб отца дирижерскую палочку, партитуру Пятой симфонии Маллера, монетку, которую покойный носил в кармане на счастье, и книгу «Алиса в стране чудес». Похоронен великий американский композитор и дирижер на Гринвудском кладбище в Бруклине, где теперь живут люди, которые, как и его родители, приехали в Америку из России. Это была очередная история из цикла «Русский след», завершит которую фрагмент знаменитого мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайская история». Вы слушаете и смотрите радио Руэссей. Меня зовут Андрей Ласкателев. Это вечернее шоу «Почти дома». Шоу для взрослых, которые в душе остаются детьми. Субтитры создавал DimaTorzok